Салют, я Харли, а это GeekTV. Пришло время первого топ-5 инди-игр в 2018 году, и раз уж у нас такое событие, то сегодня все игры будут 8-битными, и большая часть из них посоветована нам вами. Я очень рада, что было так много вариантов, которые вы нам предложили в комментариях под одним из видео. Пожалуйста, не останавливаемся на достигнутом, потому что вы открыли для меня очень много новых миров. Одни меня зацепили, другие не очень, но как бы все имеют право на ошибку. Я на вас не злюсь, вы на меня не злитесь, то что я не включаю некоторые игры в топы. И продолжаем советовать мне во что бы такое интересненькое поиграть. Не забывайте, главными критериями является интересная и хорошая графика, и конечно же сюжет. На пятом месте у нас расположился Undertale. Undertale – ролевая видеоигра, созданная американским независимым разработчиком и композитором Тоби Фоксом. Игрок управляет человеческим ребенком, который случайно упал в подземелье, большой изолированный от людей мир под поверхностью земли. Пытаясь вернуться домой, игрок встречает множество различных существ, именуемых монстрами, некоторые из которых норовят напасть на него. Игрок может убить нападавшего или пощадить, впоследствии будут влиять на исход сюжета. Также на концовку влияет взаимодействие с иными персонажами вне сражения. Мы уже как-то делали полноценный обзор на Undertale, и я не скажу, что я хвалила эту игру. Время прошло, мое мнение не поменялось. Слишком вылизано и сладко, даже несмотря на драматичный конец. Если интересно, нажимаем на буковку «Ай» или переходим по ссылочке в описании и смотрим полноценный обзор. На четвертом месте очень мило расположился Кибербар из Вальхаллы. Вальхалла Кибербарк Бартин Экшн. Необычный симулятор бармена в мрачном мире антиутопичного будущего, где вам предстоит смешивать всевозможные алкогольные напитки для своих посетителей и по возможности выведывать у них различную секретную информацию. До сих пор романтизируете профессию бармена и хотите положить свою жизнь на нее? Что ж, вот вам отличный симулятор. Только в наших суровых реалиях вас ждет, наверное, раз в 10, а то и больше проблемных клиентов и раз в 100 меньше сисястых неко-девочек. А бронза сегодняшнего топа забрала игра, название которой я не могу произнести. Именно поэтому вот вам оно в письменном виде и женщина из гугл-переводчика Hyperlife Drifter. Спасибо. Является двухмерной игрой в жанре экшн-рпг, игровой процесс которой был вдохновлен The Legend of Zelda. А графика выполнена в стиле Super Brothers Sword and Swatchery. Главный герой Бродяга имеет доступ к технологиям, которые были давным-давно забыты обитателями игрового мира. Бродяга странствует по руинам цивилизации в поисках лекарства от болезни, которой он страдает. На концепцию игры повлияло собственное состояние главного разработчика игры, Алекса Престона, страдающего от врожденного порока сердца. А мир игры создавался под влиянием аниме, не всекая из долины ветров от студии Гибли. По своей атмосфере безысходности и главной цветовой гамме, похождения нашего космического странника очень сильно напоминают игру Транзистор. Ну знаете, та самая игра про рыжеволосую бабу в костюме пчелы. Не про эту бабу в костюме пчелы, вот про эту бабу в костюме пчелы. Если вам, кстати, интересно узнать мое мнение по поводу Транзистора, то напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, мы сделаем полноценный обзор. На втором месте у нас очередная тоталитарная антиутопия. Пепперс Плис. Пепперс Плис. Компьютерная игра, созданная инди-разработчиком Лукасом Попом и выпущенная 8 августа 2013 года для платформ Windows и Mac OS X. Действия игры происходят на КПП в Арстоцке, в вымышленной стране, напоминающей страну Восточного Блока. Сам контрольно-пропускной пункт навеян чекпоинтом Чарли, являющимся восточный и западный Берлин во времена Холодной войны. Правительство Арстоцки и, в частности, Министерство похоже на правительство Океании из 1984 Джорджа Оруэлла. Что-то очень часто Оруэлл стал у нас мелькать как вдохновитель. Вам не кажется? И вообще конкретно у этой Оруэлловской антиутопии очень много наштампованных младших сестер. Если честно, мне было лень в них играть, поэтому по заслугам не могу оценить. Возможно, это моя ошибка. А знаете, что не ошибка? Потратить пару часов своей жизни на Пепперс, плиз. Ну а на первом месте у нас поселился маленький котик, спасающий мир из OneShot. OneShot – приключенческая компьютерная игра, разработанная Little Cat Fit и вышедшая 9 декабря 2016 года. Прекрасная игра с полным ломанием четвертой стены. Вы играете за ребенка Нику, главная задача которой – зажечь новое солнце. Нико проснулся в другом мире, и ему нужно узнать о том, что же это за мир. Вообще, эта игра стала для меня откровением, потому что как только я ее загрузила, во рту появился тот же приторный привкус, что и после Undertale. И в какой-то мере похождения котика с солнышком в руках вполне могли оказаться где-то в конце списка, рядышком с Undertale. Не знаю почему, то ли из-за большой любви к котикам, то ли из-за того, что все жители этого крохотного, загнивающего мирка со мной общались, но именно эти приключения мне зашли. Они не показались мне настолько же вылизанными и идеальными. А возможно, мне просто начал нравиться больше киберпанк, чем сказки. Для сравнения, то тут с вами будут общаться, как Дэдпул в фильме общался, или в комиксах. Каждая из этих пяти игр достойна вашего внимания, и я очень рада, что три из них посоветовали мне вы. Огромное вам спасибо. Я очень рада, что у меня настолько ценители индюшатины в зрителях. Люблю вас, целую, обнимаю. Оставляйте свои предложения, конечно же, в комментариях под видео, а также, какая из этих игр нравится вам больше. Не забывайте лайкать, подписываться, и вступать в нашу группу ВКонтакте. Увидимся через неделю. С любовью, Харли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok